Самолет из Белграда с первой половиной наших спортсменов приземлился в международном аэропорту Манас в половине шестого. Как и полагается, воздушное судно с чемпионами на борту ждала традиционная водяная арка. Утрапа спортсмена встретили члены Кабмина, спортивные чиновники и журналисты. В зале официальных делегаций Манас-2 сборную по греко-римской борьбе ждали те, кто без сомнений переживал больше всех. Это родные и близкие. Фампезной именно эту встречу не назовешь, поскольку наши борцы завоевали на первенстве мира две золотые и одну бронзовую медали, тем самым открыв новую страницу в истории отечественного спорта. Освещали честование спортсменов без преувеличения всей телеканалы и информагентства республики. Журналисты с нетерпением ждали главного момента – пресс-конференции. Первый вопрос был адресован чемпиону мира Ахджолу Махмудову о возможной схватке с двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым. Во-первых, спасибо вам за столь теплую встречу. Разумеется, намеченная ранее наша встреча на ковре с Власовым для меня и для моей команды важна, поскольку он титулованный спортсмен и один из лучших спортсов планеты. Еще один чемпион мира Джуламан Шаршембеков разрушил некий стереотип о том, что атлеты не мастера красиво говорить. Если честно, я не фокусировал свое внимание перед чемпионатом на турнирской сетке. Для меня важнее было подготовиться и психологически. Может, кому-то кажется, что мне попались более слабые соперники. Но я считаю, что к этому первенству я подошел в пиковой форме во всех смыслах. И все это тактика моих тренеров и усиленные тренировки. Борцы поделились своими планами на ближайшее будущее, ведь совсем скоро пройдут другие значимые турниры. В ноябре мы планируем принять участие в Кубке мира, будем готовиться к нему. Отдохнем, скорее всего, максимум неделю или две и сразу к тренировкам. В честь спортсменов были запущены фейерверки и организован концерт с участием известных певцов эстрадного и фольклорного жанра, а также выступления монасты. Если не изменяет память, титулы чемпионов мира, кыргызстанцы завоевали впервые за более чем 70 лет. Ни по вольной борьбе, ни по греко-римской. Болели всей семьей, особенно переживали сестренки Джоломана. Особого волнения почему-то не было. Были уверены, что он победит. Мы сильно переживали за Мантура, когда по ходу последней схватки он уступал сопернику, но сумел собраться, вырвал победу. В какой-то момент даже заплакала. Но мой сын мне подарил такую огромную радость. Болельщики борцов встретили своих кумиров с плакатами и знаменами. До столицы с аэропорта спортсменов сопровождал огромный кортеж из автомашин и байкеров. Улан Касенов, Раскельдиго Кульбека, Фалато, 24 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok